что ты делаешь так самый толстый самый первый длина 84 начинаем резать голову отрезаем и погнали кило 185 1 185 вес 697 длина 74 515 длина 67 мы его порезали вот сейчас здесь сколько у нас тут сумме 12 12 и 3 килограмма у нас получилось но там по-любому этот тазики ground 400 12 килограмм где-то в общем 12 килограмм угля 25 рублей а это мы помоем потому что там кровь внутри и и лучше вымыть не в местных прополоскать его нескольких водах ванишь ованишь давай для вкус и аромата маринад готов омолаживающая ванна из дубря я думаю мы сделаем литров 6 маринада поехали будем пока воду кипятить чайники потихоньку так маринад вот он чок наш тонкий какой-то из тонкой талу знаю какой оба морковочка морковочка потом сейчас мы будем лучок резать и для этого у нас есть вот такая вот штука ну что господа свежий эстонский лучок вот так вот мы его режем в эстонии погнали полукругом как-то так короче у нас тут примерно 900 грамм лука и сколько-то морковок сейчас мы будем их резать и они будут лететь во все стороны как обычно эти морковки как можно это что это за овощ такой одинаковое что клиент был доволен так 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 467 какой он злой нормально это он про ковид такой злой говорит это мы ковид лечим знаете кто трактором а мы этим луком и маринованием угря так так макла сейчас 590 520 530 525 ровно 525 ровно самое лучше все ровно было иначе ничего не получится так 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 всякие приправы там чуть попозже добавим пускай она сейчас сначала закипит у нас так а пока мы будем заниматься дальше нашими банками ну уже нарковочка такая и лучок уже то есть мне кажется пару минут уже будем доставать часть потому что они уже такие ну еще хрустят но еще не мягкие но через пять минут уже хрустеть перестанут на фонтане две канистры видите их наполните одну из канистр водой ровно на 4 галлона и поместите ее на весы часовой механизм остановится будьте точны если вы ошибетесь хоть немного произойдет детонация короче это сливаем сюда потом остатки этого сливаем туда это сливаем сюда это сливаем сюда так а это сливаем сюда я брал полтора полтора плюс полтора на этот ровно 4 галлона молодец клади на весы механизм отключен бомба обезврежена жители Анны Линна выжили давай теперь мешать саму баланду будем делать маринад но честно говоря вообще никакого рецепта нет все чисто по вкусу там надо еще понимать что уголь то он вообще не соленый а пресный маринада будет немного то есть мы когда его бросим туда то весь этот маринад он должен быть очень ядреный потому что он разбавится угрем он из угря тоже что-то выйдет поэтому обычно варим маринад ядреный варим угря а после этого угря по банкам проверяем маринад добавляем там уксус и что надо тогда уже этим делом все заливаем 5 6 7 8 душистый перец а ладно на глаз 4 даже много не кажется 1 2 3 сахара я обычно кладу наверное раза в два месяца соль соль мы сколько плюхнули ну наверное две таких ложки 3 ну сахара можно горкой одну потому что потом знаете начнется это добавили уксуса сахар ушел добавляем сахара а добавили сахара слишком много сахара добавили уксуса и так короче мы тут будем еще это дело настраивать ну надо еще сахара и соль мне кажется начинается начинается ну попробуй попробуй давай для начала по столовой ложке 30% уксуса на литр 6 столовых ложек 1 2 ну я думаю да попробуй то с чего можно начинать секретный ингредиент он и сюда наливаем его не жалеем так сболтали в банку перелили кто не понял это это чистый спирт ну не чистый а может а может не знаю так поставили 2 килограмма так 2 килограмма короче когда будет свариться он будет вот так вот раскрываться и поэтому его плотно не надо очень запихивать иначе он полезет наружу 3 килограмма короче не закинули сейчас сюда так и сейчас нам нужно наложить уголок хвостов вот так вот заложили это все и видите он сразу так поднимается оп ну то есть вы понимаете вот четвертый ковшик а кастрюля уже полная и мы включаем начинаем все это делать просто варить залить залить надо с запасом варить его надо закипит и где-то минутки наверное 4-5 с ним вот что у нас нет происходит вот видно вот он начнет он у него начнет кожа как бы немножко сходить вот здесь вот у него спинка начнет спинка у него начнет трескаться смотрим смотрим наблюдаем как только закипит включаем таймер сразу есть нет все вроде пока нормально я думаю что он его уже начинает видишь видите его как расперло видите он как это растопылился если бы мы его ну очень плотно туда положили толку весь так наружу вылез ну вот он закипает надо засекать время кожа вот здесь вот видно что кожа начинает рваться вот здесь спинка начнет рваться но пока пускай варится еще мало я думаю что можно начинать его дело это дело пробовать как он исполнит кожа уже от него отделяется хорошо готов 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 не всегда выключай сейчас какой-нибудь кусочек побольше возьму вот видите у него как спинка разорвалась сейчас со дна со дна если кучу что-нибудь да вкусняшка блин ммм ммм теперь короче надо делать все делать быстро голову вкусную голову какие вкусные вот эта вот часть у них вообще шикарная ммм вот так вот накладываем ну не по очень много вот так вот ну чтоб нормально было но не очень много много 20 минут было здесь так а почему ты жир убираешь а потом не красиво наверно наверху банки поднимается у тебя получается крышка из жира просто сверху ну в общем наш маринал закипел мы его процедили добавили туда уксуса сделали вот таким ядреным ядреным с ножичком так потыкаем чтоб там если воздух где-то есть в кармане чтоб он вышел просто и крышкой закрыли видимо дотянет что там мне кажется что мы сегодня жаркого не будем делать да я тоже думаю ну потому что нам еще нам надо взвесить сколько у нас давай просто замодили мы сейчас жаркого как-то в другой раз сделаем или вообще не мы можем просто в холодильник попросить и завтра сделать да охлюш ночь на дворе уже уже сколько почти пол одиннадцатого а мы только закончили с мы только закончили со своим обычным классическим рецептом сейчас мы будем жарить угля кидать его потом в духовку потом обжаренный мариновать уберем данные щитки перчика перемешиваем на этого который мы будем жарить мы делаем кусочек побольше получше так и теперь просто это все скидываем сюда вот так вот замотали это осторожно осторожно начали ремонт на кухне убирать тут еще оставшуюся половину ночи запамировали вот у нас что получилось видите как можно сразу и много не надо там ничего обваливать по одному по две штуки вот и жарим обжариваем немножко его там не до готовности а до красивой до полуготовности до красивой корочки обжариваем вот дима жарит ну быстро справились все за семнадцать минут вот мы закладку делаем как будем продавать я думаю что в даркнете по закладкам я сам от такого количества угря в шоке вроде стреляешь стреляешь по пять по шесть по восемь по десять а тут как разморозишь а как мариновать так да стрелять то все гораздо мариновать да слушай вот это да вот где работа тут много тут много много-много-много килограмма четыре четыре где-то с половиной вешал сейчас мы это закинем в духовку там потомим где-то наверное минут двадцать полчасика и потом начнем порционно его уже мариновать чтобы тут никаких заторов не создавать ну что первый и последний поддон пошел а все все уже 15 минут духовки еще минут 10-15 потомиться а пока мы из всяких хвостов и голов сварим маринад до этого мы можем тут варить хоть до купения пока он там в кашу не превратится потому что в банке он не пойдет нам из него нужен бульон ух да на него я думаю можно будет это кладку кирпичную класть лучше цемента будет держать ну все в принципе баланда готова сейчас мы ее закипятим сейчас мы ее закипятим и понюклись обои о о о о о сколько там масла о 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 печи п ммммммм ммммх мммммм мммм Хмммммм…. А зимой, Новый год, все соберутся, откроют баночку. Никогда не подумал, что такая мутная субстанция потом станет просто слезой. Вот смотрите, мы тут открыли эту кастрюльку с маринадом. Видите, он немножко остыл, и внутри образовалась вот такая какая-то белая формация. И вот эта вот белая медуза, это и есть как раз вот эта вот муч в маринаде. Вот если я сейчас ее разболтаю, размешаю ложкой, то она уже обратно не соберется, и маринад будет мутным. И вот именно поэтому, когда если угря замариновали, и не сразу его в холодильник поставили, а бросили его просто где-то остывать, вы когда его будете ставить в холодильнике, если он уже будет остывший, будьте очень-очень осторожны. Потому что если вы чуть-чуть эту банку взболтнете, вся муть со дна поднимется, со дна банки, и маринад уже не будет вот таким вот прозрачным. Просто какой-то аквариум. Что там происходит? Там уже все, там уже ничего не происходит. Там все, что должно было упасть, упало. Так что мы теперь эти баночки берем, как говорил Георгий, как саперы, спокойно переносим в наш хороший холодильник. Завтра берем по две большие ложки и пробуем. Да. Вот так теперь это выглядит. Вся муть осела. Закидываем в холодильник. Время. Два часа. Прошло уже восемь часов. Начали мы в шесть вечера. Мы замариновали сколько? 27 банок из них, 14 классических и 13 жареных. Жареного угря, да. В общем, мы устали не по-детски. Вот мы за эти восемь часов в первый раз присели. Не знаю, как ты, но я устал. Я тоже устал. Но слава богу, что это приходится делать только один раз в году. Но зато остальное время мы наслаждаемся этим вкусным продуктом. Да. Так что ставьте свои жирные-жирные лайки. Подписывайтесь на этот великолепный канал. Да. И до встречи, судя по всему, на кухне. Да. Теперь уже на кухне. Пока. Пока-пока. Долго он у нас застывал. Двое суток застывал. Я скинул его весь в холодильник. А с утра масло в холодильнике растаяло. И йогурт был теплый. Ой, яшки-ка-яй. Так. Пробуем жареный. Тестинг, тестинг. Вкусненько. А вообще надо вареную картошечку. Она горяченькая такая, с укропчиком. Вот кусочек отрезаете картошечки. Сверху жилеток кладете у горька. И это желе такое, оно растекается по картошечке так. И вы сразу раз. Просто сказка. Чтобы вы понимали и не обвиняли нас в том, что мы забойщики. Угарь в Садьярве, он зарубляется в озеро. То есть, лицензия, которую мы покупаем, она стоит денег. И вот эти деньги, которые мы платим, они как раз и идут на покупку угря. То есть, здесь вот, в принципе, сейчас, это не одна охота. Это охота сколько? Ну, то есть, это где-то два месяца охоты. Охоты на угря, да? То есть, этот сезон. И мы первый раз что-то с ним вообще сделаем. То есть, ты его там стреляешь, стреляешь, потом настреливаешь, и потом уже с копом все обрабатываешь. Так вот, про что я стал говорить. Про то, что уголь там зарубляется. Лицензия стоит денег. 2,20 евро за 24 часа охоты. Естественно, угря там нет. Он зарубляется каждый год. На озере живет, может быть, 2 или 3 профессиональных рыбака, которые этим угрем зарабатывают себе на жизнь. Там стоят морды. Может быть, 5 или 6 морд. И вот они мне рассказывали, что в хороший сезон, допустим, они за сезон брали, ну, может быть, 2-2,5 тонны. У нас тут за сезон, ну, сколько тут будет? Ну, килограмм. Килограмм 10. Ну, килограмм, может, там, 15, что-то типа того. То есть, просто, чтобы вы понимали. Это можно назвать забоем, можно назвать нет. Но угоря, он из этого озера никуда уплыть не может. То есть, в принципе, это его конечная остановка. Не рестится этот угорь весь, в Саргасовом море только. Весь европейский угорь не рестится в Саргасовом море. Садьярф, он, из него вытекает одна речушка. Но это речушка даже стыдно назвать. Это такой ручеёк. Называется это Амма-Иги, который потом впадает в Эма-Иги. Это уже довольно более крупная эстонская река. И эта река потом впадает в Чудское озеро или Пепси-Ярф. Из Чудского озера вытекает река Нарова, которая впадает в большая река. Ну, как большая, она полноводная, но короткая, 80 мм. Она впадает в море, в Балтийское. И вот уже из этого моря этот угорь может уплыть к себе обратно в Саргасово море и не реститься. Проблема в том, что Нарова отделена... Там стоит гидроэлектростанция. То есть, так спокойно угорь через неё пройти не может. То есть, в принципе, весь этот угорь, который запускается в Садьярф, свою естественную функцию он выполнить не может. И вот туда запускают именно для рыбаков. В советское время его туда запускали миллионами. Запускали из стеклянного малька, самого маленького. Сейчас запускает малька, который побольше, уже вырос там, может быть, 5-6 см. Но запускает его мало. Спускает его, может быть, там несколько десяток тысяч на три озера. Садьярф, Курамайка и Явера. Поэтому угорь там, в принципе, живёт так же, как львы в зоопарке. Это как-то программа специальная от Евросоюза идёт. Поддержки именно народных промыслов или что-то такое. Ну, в общем, так как там эти рыбаки из покон веков живут, то Евросоюз вот разрешает, разрешает закупку этого малька и зарубление в этом озере. Ну, то есть, представляете, да, вот рыбак-профессионал, он берёт там, допустим, в плохой сезон, он берёт, может быть, там, 500 до килограмм этого угля. Да, угря на Асадьярфе, в принципе, с народу стреляет немного. Вот так как мы, ну, так как Дима, я его в этом году вообще не стрелял. Так как Дима его стреляет, это, ну, только Дима. Вот так вот, в принципе, и всё, да. То есть, я думаю, если все подвохи, все подвохи за сезон возьмут там 100 килограмм, не знаю, там, 150 килограмм угля, да, из этого озера, когда профессионалы берут там его тоннами, ну, в общем, вы сами всё понимаете.